Всем привет! Сегодня 18 августа 2021 года. Сегодня мы полетаем над генической, предельно ткацкой фабрикой, или как еще геничане называют ее, платочная фабрика. Просто интересно посмотреть сверху, как сейчас выглядит работавшее некогда предприятие. Работало оно порой в три смены. Обычно две. Можно было ночью идти и слышать, как в цехах работают станки. Сейчас это все замерзло. Сейчас это все находится в упадке. И небольшая история предельно ткацкой фабрики. Начало было положено после войны. В 50-е годы на трофейных немецких станках начинала работать фабрика. Потом было несколько реконструкций. Работала она довольно долго. Еще в начале 90-х здесь выдавали зарплату одеялами. Геничане везли их на продажу в Россию, в Польшу, да и по Украине тоже продавали. Сейчас здесь у нас такие дикие джунгли, серые советские крыши. И даже местами видны помойки. Ну, мусорки, помойки. Вот ее расположение у пролива. Тонкие. Рядом проходила железная дорога, которой можно было как вывозить готовую продукцию, так и завозить сырье. Значит, что это нам говорит? Это говорит о том, что административно-командная плановая система, она давала возможность работать предприятиям. То есть предприятие при ней работало. При рыночно-базарном укладе экономики, как мы видим, что такие предприятия не работают, не способны работать. Что частник не способен обеспечить работу заводов, фабрик крупного производства. Территория ткацкой фабрики, машзавод он дальше у руины. Это все частная собственность. Как мы видим, что нам, когда рассказывали о преимуществах частной собственности в Украине, то люди были довольно-таки далеки от реальности. Вон, кстати, вдали аквапарк недостроенный. Аквапарк Слон. Видео есть на канале. Тоже начали строить, не достроили. Не получилось. Уже лет 12 как не получилось. Мост железнодорожный. Это немецкий старый мост, снятый тоже по репарации, пропутешествовавший по тогдашнему Советскому Союзу и оказавшийся здесь, в Веническе. Ну, такая набережная у нас. Один сейнер стоит, остальные на добыче. Я так понимаю, порт пустует. Ну, порт я не знаю, частный или государственный. А это у нас машзавод. Генический машиностроительный завод. Его последний директор, ну, не последний, а предпредпоследний, при котором предприятие работало, Левенец, он говорил, что вот этот весь квартал, ограниченный с той стороны улицы Соборной, это все по генплану должна была быть застройка машзавода. Здесь планировалось расширить производство. Ну, что это давало геничанам? Геничанам это давало работу. Геничане были, получали зарплату и не зависели от, есть медузы, нет медузы. Что такое доход от отдыха, от рыбалки? Это побочный отдых. Пошла журалка, вышли на пароли, все, съели. А основная зарплата, основной доход давали производству. Такие вот, как ткацкая фабрика, как машзавод. Вот, поэтому я и говорю, что это у нас доказывает на данном конкретном случае о несостоятельности теории о преимуществах частной экономики. При административно-командном укладе это все работало. При новом прогрессивном, так сказать, строе это не работает. Вот вам все наглядно видно. Так, ну на этом маленький экскурс такой в историю, в экономику. Заканчиваем. Всем пока. Всех благ. Субтитры сделал DimaTorzok